19 февраля 1878 года. Начало эры аудиозаписи Томас Эдисон получил патент на фонограф. 19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством. Поэтому некоторые окрестили Эдисона, волшебником из Минлоу-парк. Сам Эдисон был настолько поражён открытием, что сказал, «Никогда я ещё не был так ошеломлён в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США и в Европе. В 1879 году фонограф продемонстрировали и в России. В дальнейшем, в течение 40 лет Эдисон неоднократно усовершенствовал своё детище, получив ещё 80 патентов. Большой заслугой Эдисона следует признать и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности преклонного возраста. Именно благодаря этому в России в Литературном музее можно услышать голос Льва Николаевича Толстого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова